Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор литературы для родителей и подростков. Переходный возраст часто называют трудным, кризисным периодом в жизни человека, однако не все так однозначно. Бывают случаи, когда подросток, окруженный понимающими и грамотными взрослыми, совершенно спокойно справляется с изменениями физического и психического состояния, принимает это как должное и стремится к саморазвитию. Что можете сделать вы для своего ребенка, чтобы помочь ему комфортно чувствовать себя и с наименьшими потерями пройти все этапы взросления? Об этом не только расскажут книги, представленные в нашем обзоре. В первую очередь, хотелось бы рассказать о книге «Воспитание подростка», известного в России детского психолога Юлии Борисовны Гиппенрейтер, автора бестселлеров «Общаться с ребенком как?» и «Продолжаем общаться с ребенком так?» Издание включает в себя самые острые и актуальные вопросы родителей, касающиеся общения с детьми переходного возраста. Автор говорит о мотивах и эмоциях, которые движут подростками, об их потребности в саморазвитии. На конкретных примерах показывает, к чему приводят излишний родительский контроль и попытки материально вознаградить детей за помощь по дому или успешную учебу. Целая глава посвящена искусству общения, умению взрослого слушать и слышать ребенка. Также в книге есть информация о внутреннем мире тинейджеров и тех изменениях психики, которые неизбежно происходят с каждым ребенком во время взросления. Вы все еще считаете своего подростка трудным и доставляющим много хлопот? Тогда обязательно обратитесь ко второй части книги Юлии Гиппенрейтер «Воспитание подростка». Есть вероятность, что, прочитав историю 13-летнего Феди, отправленного на перевоспитание к бабушке в деревню, вы поймете, что даже в самой неисправимой ситуации стоит искать решение. Главное – справиться со своими отрицательными эмоциями и понять, что каждый человек уникален и требует особого подхода в общении. Этот подход должны искать именно вы, взрослые, а психологи с удовольствием помогут вам, пусть даже через книгу. Зарубежные авторы также задаются вопросами о том, как родителям наладить контакт с подростками, проводят исследования и устраивают специальные семинары для тех, кто столкнулся с трудностями в воспитании тинейджеров. Американские специалисты Адель Фабер и Элейн Мазлиш создали практическое руководство по общению с подростками, как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили. Авторы предлагают родителям на конкретных примерах разобраться с чувствами подростков, научиться определять их и реагировать на них в соответственной ситуации. Еще психологи говорят о том, как наладить сотрудничество с ребенком даже в самой напряженной и трудной ситуации. Стоит ли использовать наказание, чтобы объяснить тинейджеру ошибочность его поступков и суждений? Или есть альтернатива? Как спокойно поговорить о наркотиках и взаимоотношениях с противоположным полом, не получив при этом агрессии и насмешек со стороны подростка? Об этом и многом другом читайте на страницах книги Адель Фабер и Элейн Мазлиш «Как говорить, чтобы подростки слушали» и «Как слушать, чтобы подростки говорили». Каждый раздел книги содержит памятку, основные приемы взаимодействия с детьми, а также примеры ситуации в виде комиксов, отражающих изменения в поведении подростка в зависимости от того, как ведут себя родители. А вам когда-нибудь доводилось встречать советы для родителей в картинках? Если у вас нет желания усердно изучать длинные научные тексты, обязательно обратитесь к книгам клинического психолога Анклер Кляйнгинс «Давай договоримся, как повзрослеть вместе с ребенком» и «Давай договоримся, как не потерять связь с подростком». Стоит отметить, что Анклер является мамой четверых детей и проводит занятия для родителей по позитивной дисциплине. Учит находить взаимопонимание в повседневных ситуациях. Картинки к ее книгам нарисовала иллюстратор Линда Караза, мама двоих детей с гиперактивностью и одаренностью. Первая книга посвящена гиперчувствительным детям, которые остро реагируют на любые изменения в привычном для них образе жизни и начинают устраивать истерики, доводя родителей до состояния гнева и ярости. Если ваш ребенок ничего не хочет, плохо себя ведет в общественных местах, сует свой нос везде, где его не просят и не умеет выстраивать отношения с другими людьми, обратите внимание на советы, предложенные в книге «Давай договоримся, как повзрослеть вместе с ребенком». Если же в вашем доме живет неуправляемый подросток, и вы никак не можете расшифровать его поведение, вам в помощь картинки и рекомендации из книги «Давай договоримся 2. Как не потерять связь с подростком». На страницах книги вы узнаете, почему из милого и ласкового мальчика ваш сын превратился в хамоватого и не желающего ничего слушать юношу? Что происходит с детьми в переходном возрасте? Почему они отбиваются от рук, бросают любимые увлечения, отказываются делать уроки и не вылезают из смартфонов? А действительно ли проблемы кроются в этом? Быть может, тинейджер пытается показать вам, что ему нужно чуть больше свободы, и уважение к его формирующейся личности? А может, вы проигнорировали чувства подростка или отмахнулись, когда он пытался рассказать о своих реальных трудностях? Попробуйте с помощью иллюстрации посмотреть на ситуацию с разных сторон – со стороны родителя взрослого и со стороны подростка. Возможно, это поможет вам разобраться, что же на самом деле произошло и как с этим быть дальше. Книга будет полезна как родителям подростков, так и самим подросткам. Она вполне подойдет для совместного чтения, рассматривания картинок и обсуждения ситуации. Хотим обратить ваше внимание на книгу Бетте Вестеры и Наоми Тимон. Я бы так никогда не сделал. Издание адресовано в первую очередь самим подросткам и помогает молодым людям ответить на вопрос «А хорошо ли я знаю самого себя?». С помощью тестов и различных заданий тинейджеры узнают, что заставляет их поступать так или иначе, почему не всегда следует доверять только собственному восприятию ситуации, почему о вкусах не спорят и многое-многое другое. Читая эту книгу, подросток не только получит информацию для размышлений, но и сможет провести увлекательные социальные эксперименты, которые объяснят устройство человеческой психики и научат осознавать мотивы поведения людей во время различных жизненных ситуаций. Книга «Я бы так никогда не сделал» будет полезна и взрослому читателю. Представленные в издании «Тесты и игры» можно использовать для проведения занятий с подростками и их родителями. Если вы хотите, чтобы ваши дети лучше узнали себя и мотивы своих поступков, предложите им познакомиться с данной книгой. Практикующий психолог из Санкт-Петербурга Екатерина Мурашова в своей книге «Экзамен для родителей» предлагает вам проверить свою психолого-педагогическую подготовку и разобрать ситуации, с которыми очень часто сталкиваются родители детей разного возраста. Книга содержит целую главу, посвященную подросткам. В этой главе есть истории о школьных трудностях тинейджеров, о ссорах с родителями, неумении адекватно оценить себя и происходящее вокруг события. Также автор затрагивает темы изнурительных диет среди девочек-подростков, социальную адаптацию детей с особенностями развития, юношескую ложь и многое-многое другое. Прочитайте историю, попробуйте предложить свои варианты выхода из ситуации, посмотрите, что предлагает психолог Мурашова и сверьтесь, насколько ваше мнение совпадает с мнением специалиста. Оговоримся сразу, что книга не обещает дать советы, которые помогут решить любые подростковые трудности. Материал, предложенный автором, лишь направит вас в нужную сторону и подскажет способы, которые стоит попробовать. Книга основана на реальных событиях. Это жизненные случаи, с которыми обращались в поликлинику к Екатерине Мурашовой родители детей и подростков. Автор делится с читателями своим опытом, который она уже успешно применила на практике. Иногда бывает полезно не только самому прочитать умную книгу, но и подсказать подростку, где можно почерпнуть полезную для него информацию. Не обязательно делать это нарочито и навязчиво, заставляя штудировать научные труды ученых-психологов, биологов и педагогов. Сейчас существует множество книг, адресованных тинейджером, где в простой и понятной форме, иногда на языке самого подростка. Изложены простые истины, о которых родители часто умалчивают, в силу того, что не готовы разговаривать на сложные темы. Приходите в городскую детскую библиотеку имени Каковина, и вы обязательно найдете подходящую научно-популярную и художественную литературу. Никогда не поздно научиться слушать, слышать и понимать самого дорогого и близкого для вас человека, собственного ребенка.